Дорогие, предлагаем вашему вниманию некоторые очерки жизни и борьбы бывшего иезуита Альберто Ривьера. Прочитав эти записи, с моей напарницей мы поняли, что их нужно озвучить. Лично для меня многое здесь было новым, но многое также знакомым. Например, Ривьера вспоминает о том, что между мужскими и женскими католическими монастырями были подземные тоннели и в них были боковые углубления, где нашли детские скелеты. И когда провели экспертизу, то поняли, что дети были удушены. Это очень серьезный аргумент против папско-монашеских принципов. Я лично был свидетелем некоторых фактов этих чудовищных преступлений. Еще давно в молодости, учась в школе милиции, которая находилась в бывшем женском монастыре, нас несколько курсантов послали в подвал, чтобы расширить погребное помещение. Там обвалилась перегородка между помещениями и когда мы забрались в новую открывшуюся нишу, то увидели гору детских черепков разных размеров. Их там было не десять и не сотня, а больше тысячи. Это нас потрясло. Мы думали, что это произошло во времена Великой Отечественной войны, хотя, судя по каменной перегородке, ей было больше ста лет. Но как-то это ускользнуло тогда из виду. Как же мы тогда могли подумать на верующих монахинь? Мы уверены были том, что в этом была вина немцев. Но теперь я понимаю, что в этом зле виноваты были не просто немцы, а католические монахи, монахини и священники. В этой озвучке, которую мы сегодня вам предлагаем, Бог открывает многие беззакония, творящиеся среди папских институтов. Для чего нам это нужно? Для того, дорогие, чтобы знать, с кем же нам придется скоро встретиться. Ведь папство и особенно его преданный орден иезуиты – это один из главных врагов всякой свободы. Это тот враг, с которым встретятся все, кто будет отстаивать библейские истины. Начиная с соблюдения библейской субботы, как седьмого дня недели. Мы с вами должны понимать, дорогие, что настоящие адвентисты седьмого дня, освященные истиной, всегда находимся под прицелом у этих врагов Божьей истины. Дьявол всегда ненавидел Бога и его верный народ, соблюдающий Эдемскую, а не просто еврейскую, как сегодня часто называют субботу. Благослови нас, Господи, подготовиться к тому тяжкому времени, которое так быстро приближается. И прославь, дорогой Боже, свое имя в нас. Аминь. Книга «Терпение святых». Из подземных хранилищ книг Ватикана интервью Альберто Ривера о разоблачении иезуитов. Сам Альберто Ривера утверждал, что был в прошлом католическим священником, иезуитом. После обучения в семинарии его внедрили в какую-то протестантскую церковь для ее разрушения и ведения компромиссной политики с Ватиканом. Однако сам Альберто Ривера так проникся протестантским фундаментализмом, что решил порвать с католицизмом и разоблачить все происки иезуитов. Кровожадные иезуиты схватили его и подвергли страшным пыткам, заставляя его отречься от истинной библейской веры. И когда он уже был при смерти, Иисус чудесным образом полностью исцелил его. А иезуит, который должен был вернуть его в католицизм, сам при виде такого чуда опротестантился и помог Ривере бежать из Испании. Потом Ривера отправился в Англию, чтобы спасти свою сестру-монашку, которую злые католики чуть не сгубили в монастыре. В последующее время он всецело посвятил разоблачению тайных происков иезуитов, направленных против консервативных протестантских церквей. Основные тезисы, которые озвучивал Альберто Ривера, состоят в следующем. Иезуитами был создан коммунизм и нацизм. Ими были организованы Первая и Вторая мировая война, рецессия в экономике, самоубийство последователей культа храм народов, более 900 человек, убийство Авраама Линкольна и католика Джона Кеннеди. Католическая церковь на самом деле тайно поддерживает гомосексуализм и аборты. Харизматы – авангард католицизма. Римский папа – антихрист. Католическая церковь – блудница вавилонская. Иезуиты создали инквизицию. Католицизм является замаскированной древнеязыческой религией Вавилона. Свидетельство бывшего иезуита Альберто Ривера. Взято в сокращении. Он был иезуитом. Знал слишком многое. Имел доступ к огромной библиотеке, которая находится в подземелье Ватикана, где многие исторические книги и записанные факты нельзя найти нигде в мире только в этой библиотеке. Альберто пытались убить в автомобильной аварии. Он находился с ним в машине, когда большой грузовик пытался сбить его с дороги. Когда Альберто помолился именем Иисуса, грузовик перевернулся. Это случалось неоднократно после того, как доктор Ривера был спасен и вышел из католицизма, вынужден быв эмигрировать в Штаты. Среди многих вещей он также раскрывает убийство Авраама Линкольна, спланированное иезуитскими священниками. Доктор Альберто Ривера был иезуитом и епископом Римской католической церкви до 1967 года, когда он обратился ко Христу. До самого конца, когда он отошел к Господу 20 июня 1997 года, доктор Ривера был полностью вовлечен в историческое и библейское исследование относительно Института римского католицизма и связанного с ним библейского пророчества. Он объездил мир, проповедуя в церквях, школах и т.д., где он помог многим католикам научиться верить только Христу для их спасения. Бесчисленное количество католиков очень обязаны доктору Ривера, так как его мужество и верность Евангелию Христа явились инструментом для них в том, чтобы найти вечную жизнь. Альберто родился в католической семье в Испании. Его мать и отец были верными католиками. Над ним совершили обряд водного крещения в детстве по канонам католической церкви. И когда ему было 7 лет, его отдали в католическую семинарию, чтобы подготовить стать священником. Через два года к нему пришли родственники сообщить, что его мать находится на грани смерти, в очень тяжелом состоянии. И он должен поехать повидать ее перед смертью. Когда он приехал в дом родителей, его мать переместили в другую комнату, как она просила, потому что она утверждала, что в ее комнате были странные вещи, приближающиеся к ее кровати, которые пугали ее. Когда Альберто вошел в дом, там царила ужасная обстановка. Слуги плакали. Они говорили его отцу. Мистер Ивера, ваша жена была святой, она помогала каждому. Не могло быть лучшей женщины. Она была полностью посвящена Деве Марии и ее церкви. Его отец был разбит. Он ничего не мог поделать. Его жена в полном расцвете сил умирала у него на глазах. Он говорил, насколько я знаю, она никогда не пропустила ни одной мессы. Она была святой. Альберто бросился к матери. Она умоляла своего маленького сына помочь ей. Она не хотела умирать. Она очень боялась и просила сына молиться за нее блаженной Деве Марии. Она говорила ему, что даже молилась святому сердцу Иисуса, но не получила никакого ответа в своей душе. В отчаянии Альберто обратился к священнику семьи, отцу Абрахаму, чтобы он помог. Но тот сказал, что сделал все, что мог. Он сказал, что его мать получила не только таинство крещения, эпитимьи, наказания, святой Евхаристии, месса, конфирмации и таинство бракосочетания, но также особую индульгенцию, отпущение грехов, самого папы Пиуса VII, святого отца церкви. И сейчас, в последние моменты перед смертью, он совершил над ней последнее таинство особенного миропомазания. Мать Альберто продолжала неистово кричать. Разве никто не видит их? Они хотели бросить ее в огонь, она кричала, что видела людей, горящих в огне. И эти ужасные монстры сейчас приходят за ней. Альберто плакал, держа свою 33-летнюю мать, которая умерла у него на глазах. На следующий день его мать похоронили. Альберто все еще пребывал в шоковом состоянии. Святой отец сказал ему, чтобы он доверял церкви и ему, так как он был священником, крестившим его. Это был день, когда впервые Альберто подумал, это все ложь. Причастия не помогли моей маме, церковь не помогла ей, когда она так нуждалась в помощи и утешении. Отец Абрахам должно быть лжец. Предположительно, он должен быть Иисусом. Иисус не помог. Я чувствую себя мертвым внутри. Я больше ничему не верю. По закону канона и догмы, по причине рукоположения священнику дается две власти – прощать грехи и совершать мессу. Это ставит его в позицию Иисуса, согласно учению римского католицизма. Здесь, на могиле после похорон, Альберто пообещал матери, что если он станет священником, тогда, может быть, он найдет ответы и узнает правду. Он пообещал вернуться в школу ради нее и попросил Бога помочь ему стать священником, чтобы он смог принести мир каждому в нужде. Смерть его драгоценной матери была первой вещью, которая шокировала веру маленького Альберто. Его мать была полностью предана церкви и никогда бы не подвергла сомнению ее учения, потому что она верила своим священникам. Следующее событие, которое глубоко встревожило Альберто, произошло в католической школе поздно ночью. Он только заснул, как услышал, что кто-то взбирается на его кровать и начинает целовать его. Он ударил его в нос и сказал убираться из его кровати. Это оказался один из семинаристов. Альберто начал звать отца ректора. Когда тот пришел, Альберт рассказал ему, что произошло. Отец-ректор повелел всем убраться из комнаты за исключением Альберто. После этого он начал стыдить Альберто и сказал, чтобы тот встал на колени для исповеди своего греха. Альберто ничего не понимал, ведь это другой, кто забрался в его кровать. В чем же был его грех? Святой Отец в семинарии сказал, «Твой грех был, Альберто, в том, что он предложил тебе свою любовь, и это была Божья любовь, и ты отверг ее». К изумлению Альберто, гомосексуализм даже не подвергался сомнению. По мере того, как проходило время, Альберто открыл, что гомосексуализм был обычной вещью во всей системе от священников до кардиналов. Тот факт, что институт римского католицизма не разрешает браки священникам и монахиням, явился причиной чрезвычайных проблем. Когда Альберто принимал исповеди в качестве священника, некоторые монахини исповедовали лесбиянство, а другие исповедовали блуд со священниками. Между монастырем для монахинь и монастырем для священников существуют подземные туннели, в которых найдены скелеты младенцев, предположительно от монахинь, которые становились беременными. Это произошло в Севилье в 1934 году. Другое такое же открытие было сделано в Мадриде в 1932 году, также в области Басков на севере Испании. Поэтому правительство президентов Азнара и Мануэля Азана требовали национального исследования всех монастырей, римских католических школ и зданий церквей. Много подобных могил младенцев в туннелях были найдены в Испании и в Риме. Правительственные доктора исследовали тела и сообщили, что в большинстве случаев смерть была результатом удушья. Как учит доктор Альберто Ривера, без римско-католического священства не было бы и института римского католицизма, потому что самый важный обед, который дают священники, это обед безбрачия, без которого нет таинства священства. Это ставит священника на пьедестал. Они притязают, что Бог даровал им особую милость превыше других, потому что они остаются неженатыми. Если бы все священники женились, это разрушило бы всю систему, потому что установление основано на определенных законах, канонах, которые утверждают, что папа может прийти только через священство, а если не будет папы, не будет римско-католической организации. Полагается, что папа правитель мира. Этот взгляд был ясно изложен Августином, святым отцом католической церкви, около 420 года в оригинале латинской версии его книги «Город Бога». Более новые версии удалили эту информацию, чтобы хранить ее от общественности. Он, папа, является Солнцем, властелином Вселенной. Луна, правительство Земли, отражают его славу. Земля – это все люди, которые склоняются перед ним. В сущности, он сказал, что Бог даровал папе божественное право, как Иисусу Христу на земле, втайне контролировать население в каждой стране через образование, политику, экономику и военные силы. Следующее большое потрясение, пережитое Альберто в школе, случилось на уроке, когда ему было 16 лет. Альберто задал вопрос, который оказался почти разрушительным для него. Альберто не знал, что он бросил вызов самому папе. Чтобы доказать, что апостол Петр был первой папой, учитель сказал, что Симон Петр был скалой, на которой римско-католическая церковь была построена. Альберто спросил, я не понимаю, как Петр мог быть скалой, на которой церковь была построена. Из того, что вы нам сказали, на латинском и греческом Симон означает песок, а Петр означает небольшой камень. Разве не Иисус является скалой? Учитель был сбешен. Он сказал, что то, что он сказал ранее, было доказано в старой арамейской Библии, которая больше не существует. Также он сказал, что он не давал ему права задавать вопросы. Но Альберто продолжал, пожалуйста, позвольте мне сказать мою мысль, прошу вас. Иисус сказал, на этой скале я создам мою церковь. Так что Петр никогда не мог быть той скалой, потому что сразу после этого Иисус называет Петра сатаной. Матфея 16, 23. Учитель вышел из себя и велел Альберто убраться вон из класса. Он сказал, что он говорил, как еретик или коммунист. Еретик – всякий, кто не соглашается с папой или учением Римской католической организации. Через два часа после этого Альберто был вызван в кабинет учителя. Он сказал, я не вызвал тебя в мой кабинет за что-то, что ты сделал неправильно, но потому что то, что ты сказал, было очень опасно. Альберто не понимал, что он сделал, и почему учитель называл его еретиком и коммунистом. Учитель сказал, я должен был защитить себя, хотя я согласен с тобой в том, что ты сказал. Я бы никогда не позволил своим студентам знать то, во что я на самом деле верю. Если бы я сообщил об этом ректору, ты был бы наказан. То, что ты сделал, было очень-очень опасным. Однажды ты узнаешь, что есть много вещей, о которых ты никогда не должен говорить. Ты был предупрежден. А теперь иди. Студентам школы не разрешалось читать Библию, только инструкторы могли использовать ее. Однажды младший студент дал в руки Альберто Новый Завет и сказал, что это дело жизни и смерти, и чтобы он прочитал его. Альберто было страшно. Этот Новый Завет не содержал официальной римско-католической печати одобрения на первой странице. Поначалу он пытался выбросить его. Если бы он был пойман за чтением его, его бы обвинили в ереси. Поэтому он прятал его. Альберто говорит, что он носил очки после этого всю жизнь, потому что в течение трех лет он читал этот Новый Завет под одеялом при свете фонарика. Он был шокирован, когда прочитал, что Петр, по учению католической церкви первый папа, то есть тот, кто должен дать обет безбрачия, был женат. Матфея 8, 14-15, Марка 1, 30, Луки 4, 38-39. Однажды он прочитал эти шокирующие слова в 1 Тимофе 3, 2-5, где говорится, что епископ должен быть мужем одной жены, хорошо управляющей своим домом, содержащий детей в послушании, бодрствующий, учительный, непристрастный к вину. Затем он нашел в Иоанна 1, 42, что Иисус назвал Петра камнем или небольшим булыжником. Альберто увидел, что был прав. Петр не был скалой, Иисус был скалой. В это время студентам начала преподаваться история Инквизиции. Это помогло Альберто ненавидеть протестантов еще больше. Хотя некоторая информация потрясла его. Тогда он еще мало знал о том, что скоро его будут тренировать, как агента-шпиона, чтобы разрушить протестантские церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова